Ребят, всем привет! Уже зима, на сезон мы никак не можем закрыть Работы очень много Вы помните, вот этот гараж сделали мы здесь крышу Кто не помнит, ссылочка у нас будет Вот здесь, это было летом Это соседний гараж Хозяин его хочет продать Он давно у него пустовал Ворота здесь Вообще не открываются Он попросил нас подрезать ворота Подварить их И почистить гараж Так что открываем, заходим, смотрим Хорошо, что замок не замерз Замок, это уже второй Летом мы спилили Замок старый Повесили другой замок И хозяин думал, что с ним делать Вот сейчас, как раз к зиме Хорошая погода, он надумал, что Все-таки его надо отремонтировать и сдать До этого он хотел его продавать Нижний профиль сгнил И здесь металл уже тоже отлетел Здесь вот такая складка В общем, вот это все надо уже срезать Сделали разметку По которой мы будем пилить И начинаем запил Отрезали низы Открыли ворота Но есть наличие приятного нам флама Видим уже какие-то запчасти Здесь у нас два аккумулятора В общем, сначала сделаем Ворота, подварим Посмотрим, как у нас все это будет Может быть, мы даже еще прикрутим резинку Чтобы не было большой щели И займемся любимым делом Срыли всю землю Здесь у нас был такой бугор Гараж не открывался И вот все это дело наносило и листва Очень много у нас получилось Откинем ее к забору Ворот у нас в очень плаченном состоянии Честно говоря Не отпилили Здесь у нас все разлетелось Надо будет все это дело собирать Здесь сбоку стояла старая рама от ворот Уголок, в принципе, у нас очень хороший Поэтому мы его используем для подварки низов Приварили уголок Единственное, что мы держали вдвоем Одному просто нереально все это дело держать Сейчас отпилим уже уголок И будем приваривать его сюда вниз А может быть, так же через уголочки Потому что здесь уже все сгнило просто в труху Время, так же, так же Девушки отдыхают Как это было бы когда-то Как это было бы что-то Ну, грузовой коробкой Поворот подрезали мы где-то на 5 сантиметров, чтобы не было большой щели, мы отрезали резину и прикрутили. Прикрутили ее сразу не в землю, а цепили где-то 2,5 сантиметра, вот так вот по профилю. И прикрутили, то есть она сразу уже не примерзнет и не оторвется. Закрыли здесь дырку, здесь у нас еще 2 дырочки, сейчас ставим сюда тоже, отпилили кусочки металла. Еще один момент, на такие саморезы никогда не прикручивайте, это сразу все вырвется. Берете обычный кровельный саморез, здесь у него обычная шайба стоит, но мы покупаем вот такие шайбы, иногда ставим даже побольше и прикручиваем уже на такие шайбы. Пятно контакта уже намного больше и честно говоря, нигде еще их не вырывало. Мы полностью закончили с подрезкой ворот, отрихтовали их и теперь приступаем к разбору гаража. При входе нас встречают вот 2 братца аккумулятора, старая кастрюля, но очень-очень много бутылок пластиковых. Здесь у нас чермет, но это от подрезки ворот, то, что мы закинули сюда. Я так понимаю, что это какая-то коробка. Коробка от какой-то машины. Но это явно не жигулевская, жигулевская, я знаю коробку. О, и мне еще, посмотрите, сколько воды выливается. Это не масло явно. Выточили коробочку, но здесь, я смотрю, или манжета была, она же лопнула, она вся ржавая. Ну, ребят, ну, даже нет смысла ее не продавать, ничего в таком состоянии, плюс еще из нее сколько воды вылилось. Это явно чермет. Пишите, ребят, комментируйте, что это за коробка, от какой машины. Но я подозреваю, или москвич, или Волга, но точно не жигули. Очень сильно она вросла в землю. Здесь рядом, так, я не знаю, вот это, наверное, или мультиметр какой-то. Сделано в СССР, но похоже на старый мультиметр, на батарейках. Тут, да, написано, сделано в СССР, школьный. Так, ну, тут у нас какой-то или аквариум, или не знаю, что это такое. Резина, я так понимаю, типа снежинка, в довольно-таки хорошем состоянии и даже с камерами. Короче, эта резина, ребят, с Нивы. 16 дюймов, такая резина, это Нивская. И четыре баллона мы нашли еще. Так, 175-70R13. Это у нас на Жигу. Ну, резина не особо хорошая, но, в принципе, на сезон ее вполне хватит. Здесь у нас еще канистра олиминевая. Куча-куча-куча банок, каких-то стлянок мусора. Волговский капот. Капот сбитой машины, он неровный, если вам видно. Так что сразу поедет у нас на чермет. Здесь у нас большой двигатель. Большой и очень тяжелый. Так, это у нас... Это у нас, ребят, коленвал вместе с маховиком. Первый раз такой нахожу... Нет, конечно, я их видел, честно говоря. Но чтобы вот так вместе они были, вижу первый раз. Кто в курсе, что это? Ну, муховик большой, но, походу, не Жигулевский. Коленвал, сразу скажу, конченый. Шейкам уже хана. А здесь они вообще поржавели. Ну, если, я думаю, он был бы нормальный, он здесь не стоял бы. Так же, как и коробка. Нашли очень много таких штук. То ли это была какая-то помпа. Не знаю, честно говоря, вот с такой ручкой. Или насос какой-то. Кто знает, ребят, комментируйте. У нас их очень много. Вот здесь еще одна. Машина была черная. Сейчас посмотрим. Так, ну, я так понимаю, это, скорее всего, у нас обычная 24-я Волга. Потому что на 24-10 ручки были внутренние. А в двери нас ждет еще катушка зажигания. Так. Ну, я думаю, что все знают, что это такое. Не буду объяснять. Но самое, что удивительное, у нее живая груша. Мы много их раз находим. Но груши уже везде конченые, пересохшие. А здесь она живая. Так, вот у нас еще одна такая штучка. Два бутыля. Ну, скорее всего, электролит. Как я понимаю. Здесь у нас старый прогнивший ящик. Который даже уже в черме сдавать неудобно. Цилиндры ржавые. Сразу закидываем в черметик. Какие-то запчасти. Это, скорее всего, у нас от капота. Задний барабан. Так, ну, что у нас еще есть? Щетчик. Старый счетчик. Даже стекло разбито уже. Вытащили мотор. Ну, честно говоря, не знаю, живой или не живой. Так, в принципе, крутится. Трехфазный. Я так понимаю, там что-то его звездой, наверное, соединяли. Вытащили бочку. Сейчас ее откроем. Ну, тут или краска. Я не знаю, что тут может быть. Если она вообще живая. Ну, ребят, по запаху я вам скажу, что это олифа. Так что сразу пойдет на помоечку. Накормим помоечку. Там еще много чермета у нас. В гараже вообще непонятно, что было. Здесь вроде у нас все ровно. Здесь яма. Тут еще какие-то включения. Металлических порфилей. Так, это от газовой плиты у нас. Так, ролик. И черный мешочек. А здесь у нас редуктор. Старый карбюратор. Даже еще с такой стеклянным окошечком в поплавковую камеру. На москвичах вроде 501, что ли, он назывался. К-501. На москвичи ставили. Ну, может, еще на каких-то моделях. Не знаю. А подняли старые щиты. Они уже сгнили. Здесь сверху какой-то металл еще был. Но, честно говоря, тоже это на помойку и все. Тут какая-то яма. Не знаю, что здесь вообще предполагалось. Почему так было. Тут какой-то у нас буфер. Какая-то женская сандалия. Или туфля. Будем надеяться, что здесь никого не закопали. И что? Здесь у нас хороший такой. А, это даже не каркас. Мы думали, что они сваренные. Здесь у нас три трубы. Одна. Одна. Вторая. И вот здесь наши третий. Ну, нормальные толстостенные, в принципе. Тоже грузим машину и едем. Все загрузили. Здесь у нас чермет. И сразу закинули резину. Я позвонил одному своему знакомому. Частенько отдавал ему резину. Жигулевскую, москвичевскую. В принципе, он все это дело покупает. Отвезем, посмотрим. Скорее всего, он ее заберет. В общем, удачно мы заехали. Разгрузили резинку. За полторы тысячи нас ее забрали. Едем сдавать чермет. И потом уже будем выкидывать мусор. Сегодня так увлеклись этим гаражом. Мы даже, честно говоря, забыли пообедать. Выехали с приемки, пообедали и приехали опять. По деньгам у нас получилось. Два аккумулятора на 1160. Чермет у нас получился. На 3 тысячи алюминиевой лестницы еще 500 рублей. В общем, итог 4 650. К этой сумме плюсом еще колеса полторы тысячи. То есть у нас получается 6 тысяч. 3 тысячи мы взяли за подрезку ворот. И остался у нас еще вот этот мотор. Сейчас будем думать, что с ним делать. Или продать так, или разобрать. Но это будем уже потом разбираться. Вы помните, какая здесь была яма. Мы приехали, что-то отдохнули. Полные сил. При помощи двух инструментов лопаты и грабли мы все это делали. Срыхлили и разровняли. Теперь уже заказчик будет думать, что делать. Он вроде хотел сделать деревянные полы, но здесь гаражи не особо хорошие, не особо дорогие. И вкладывать там 15-20 тысяч в пол, я думаю, смысла нет. Самый идеальный вариант здесь, конечно, сделать щебенку. Щебенку или, допустим, пролить ее потом каким-то, как обычно я советую, можно засыпать щебенку, сделать очень жидкий раствор, как кисель и пролить щебенку. Все это дело схватится и будет у вас практически полноценная стяжка своими руками. И это будет очень дешево. Честно говоря, первый раз в жизни таким занимаемся, вот такой копкой. Причем зимой на улице у нас где-то минус 10. Но после вот этого, как мы вскопали, нам жарко просто сейчас реально. И вы помните, какой был гараж, здесь паутина была, но вообще можно, наверное, маленький заводик, воинушную фабрику открыть. Сняли паутину, разровняли, все выкинули и гараж, в принципе, уже нормально смотрится. Мусора у нас получилось не особо много, но, в принципе, вот этот весь мусор. И то у нас там еще наши вещи лежат. Очень много было корней, разных каких-то корней, камней. Забили практически полную вот эту бочку. Итак, ребята, всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Не стесняйтесь, поддерживайте нас лайками. Всем пока!